Продолжение следует... Мы непосредственно выбрали специальность стоматологии, поэтому я как декан стоматологического факультета приветствую вас сегодня. Зовут меня Ткаченко Татьяна Борисовна. Я надеюсь, что встречаться мы с вами будем не очень часто, в основном на торжественных мероприятиях, потому что встреча студентов с деканом факультета означает всегда обычно самые сложные проблемы, которые не могут решить другие руководители учебной части. Сейчас мне придется рассказать вам несколько основных позиций по тому, как будет проходить ваше обучение в стенах вуза, для того, чтобы потом осталось просто меньше вопросов. Но, безусловно, все, что будет вас интересовать, все, что будет непонятно сегодня и сказанного, или потребует уточнения для вас, для ваших родителей по ходу образовательного процесса, или сразу же после той информации, которую вы получите сегодня, вы сможете, безусловно, задать либо по телефону, который указан на сайте, либо, что более удобно, по электронной почте, которую вы тоже увидите на сайте университета в разделе «Факультет стоматологический», где написано «Декан стоматологического факультета» и рядом указан адрес электронной почты. Сегодня мы с вами поговорим о том, чем же отличается учебный процесс в вузе от того учебного процесса, с которым вы сталкивались в ваших школах. Это совершенно иная система образования. Вы столкнетесь с другими формами преподавания. В частности, вы узнаете, что такое лекции, семинарские занятия, практические лабораторные занятия. Различные формы практической деятельности связаны непосредственно со стоматологической специальностью. Но это будет чуть позднее. В любом случае, все те формы активности, которые вам предстоит освоить на протяжении первого года обучения, указаны в вашем расписании. Ваше расписание вы увидите на сайте университета. С ним вы познакомитесь подробнее. И чуть позднее я вам представлю вашего непосредственного куратора. Это декана первого курса, который все непонятные вещи, которые связаны с расписанием и ходом учебного процесса, будет вам конкретно пояснять. Но, тем не менее, предварительно с расписанием вы можете ознакомиться и увидеть, какие занятия будут у вас уже, начиная с первого сентября. Посещение занятий в университете обязательно. Обязательное посещение не потому, что кто-то будет очень сильно контролировать этот процесс, а потому, как форма обучения в нашем ВУЗе построена по бальной рейтинговой системе. Что это такое? Это система, предполагающая отношение взрослого человека к той выбранной специальности, на которую вы будете обучаться. В течение всего образовательного процесса, начиная с первого дня, вы должны будете зарабатывать рейтинг своей успешности в качестве будущего специалиста. Поэтому при посещении любого занятия, будь то лекция, будь то семинарское занятие, практическое занятие, на любом из предметов вы будете получать баллы. Не в традиционной пятибальной системе, которая привычна вам была в школе, а по стобальной баллонской системе, которая принята у нас в университете. Количество баллов, набираемых ежедневно, очень значительно и важно. Почему? Потому что для вас, наверное, может быть, вы об этом уже наслышаны, может быть, впервые услышите сейчас из моих уст, но обучение в университете строится некими этапами, называемые семестрами. И в конце каждого семестра, это будет почти полугодовой период времени, вы будете подводить итог, сколько же баллов вы успели набрать, какой у вас рейтинг и аттестованы вы по предмету или нет. На каждом из предметов, когда вы выйдете на занятие, вам, безусловно, подробно расскажут аттестацию, сколько баллов максимально, минимально вы должны заработать на каждой из форм активности для того, чтобы быть аттестованным в конце семестра. Но могу вам сказать одно, что чем выше ваш успеваемость, чем выше ваш рейтинг, тем успешнее вы становитесь и тем больше шансов, это уже мы переходим немножко к другой информации, тем больше шансов у вас попасть в так называемое топ-100. Это самые лучшие студенты, обучающиеся на всех факультетах, которые поощряются со стороны университета, всегда традиционно, не только почетными званиями и включениями в особую группу обучающихся, но и в том числе поощряются финансово с точки зрения дополнительных стипендиальных выплат. Это что касается хода учебного процесса. Когда мы с вами говорим об успеваемости, мы неотрывно будем с вами связаться с графиком учебного процесса. График учебного процесса. Опять-таки вы сориентируетесь по расписанию. Начало занятий у нас традиционно с утра. Максимально университет постарался, чтобы на первом курсе для вас этот процесс был непрерывный, то есть не составлял каких-то больших промежутков между предметами. Вы успевали перейти из одной аудитории в другую, иметь небольшой перерыв для того, чтобы перекусить или немножко развеяться, пока у нас есть еще хорошая погода. И в течение первых нескольких шести или восьми часов находиться на территории студенческого городка. Весь образовательный ваш процесс на первом курсе построен так, что вы не перемещаетесь никуда по городу. Вы находитесь на территории студенческого городка, и у вас будет хорошая перспектива. Сейчас сентябрь. Познакомятся с аудиториями. Вас познакомят с расположением аудиторий, в которых будут проходить ваши занятия ваши кураторы. Я чуть позже скажу, кто эти люди. У вас будут патронировать старшекурсники, которые являются волонтерами, которые всегда помогают адаптироваться внутри вуза, особенно нашим ребятам, которые приехали из других городов. Помогают они адаптироваться не только на территории студенческого городка, но и в самом городе Санкт-Петербурге. И сейчас мы поговорим с вами о проживании в городе. Те ребята, которые поступили и проживают дома в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, добираются на обучение, будут приезжать из дома. Для них, конечно, будет больше привычная такая система. Для остальных, тех, кто прибыл к нам из других регионов, будет сейчас достаточно сложный период привыкания. Во-первых, жить в отдалении от своих родителей. Во-вторых, принципиальная разница с проживанием в различных условиях. Сразу объясню, с чем это связано. В университете существует студенческое общежитие. Но предвосхищая ряд вопросов, которые всегда очень актуальны на первые числа сентября, это поселение в общежитии для иногородних студентов, как для родителей, так и для самих обучающихся, я поясню систему поселения в общежитии. Какова принципиальная позиция? В первую очередь, поселению в общежитии подлежат студенты, которые относятся к льготной категории зачисления. Еще в процессе формирования приказов зачисления вы, наверное, увидели, что у нас существует несколько волн. И первой самой группой зачисленных являются студенты, относящиеся к 10% квоте зачисления. Это дети-сироты, дети-инвалиды. И, естественно, в их адрес, если они являются иногородними студентами, в первую очередь будет решен вопрос о поселении. И, наверное, вы сейчас, те, кто относится к этой группе, увидели уже против своей фамилии в списках зачисленных номер комнаты в общежитии, в которой вы будете поселяться в университет, если вы изъявили такое желание письменно при подаче документов. Вторая группа — это студенты-целевики. Целевики — это те, кто обучается из других регионов по направлению своих комитетов по здравоохранению или министерств здравоохранения для подготовки кадров в соответствующие регионы. Для них мы обеспечиваем общежитие в совершенно неоспоримой позиции и предоставляем его в первую очередь. Эти люди также, если они изъявили желание проживать в общежитии, они снимают отдельное жилье в городе, они также увидели против своей фамилии номер комнаты в общежитии. Все остальные студенты иногородние, которые относятся к бюджетной форме обучения, поступили к нам и тоже написали заявление о необходимости предоставления им такой возможности. Эти заявления будут собираться в электронном виде или в живую. В электронном виде можно будет выслать уже сейчас на тот адрес, который указан на странице стоматологического факультета, адрес деканстомсобакамейл.ру с сопроводительными бумагами. Сейчас расскажу, какого толка. Для того, чтобы мы поняли, какое количество нуждающихся бюджетных студентов в первую очередь потребует для нас решение вопроса о поселении. Решение о распределении оставшихся после поселения льготной категории студентов мест принимает жилищная комиссия университета. Это не персональное решение декана факультета, это межфакультетская комиссия, которая после поселения льготной категории студентов анализирует количество свободных мест и распределяет их согласно необходимым студентам, которые написали заявление. Сразу могу сказать, что удовлетворить одномоментно на первые числа сентября все заявления будет невозможно. Об этом вас предупреждали в приемной комиссии, когда вы писали и обращались туда с соответствующими вопросами. Поэтому я думаю, что сюрпризов не будет ни для кого. Но, безусловно, те люди, которые напишут заявление и которые будут прикладывать туда, какого толка сопроводительные документы. Кто-то находится в очень сложном материальном положении, кто-то воспитывается в многодетных семьях, у кого-то средний доход в семье очень невелик, у кого-то неполная семья, которая не в состоянии в другом городе долго и продолжительно снимать жилье. И, естественно, эти заявления с соответствующими документами, приложенные в первую очередь на жилищную комиссию, в первой декаде сентября будут рассмотрены. Не обессудьте всем остальным. Нужно будет очень серьезно подумать для того, чтобы сейчас решить вопрос, пока еще не начался учебный процесс, о съеме какого-то жилья. Самместно, может быть, с вашими друзьями, которыми вы познакомитесь, придя в университет или отдельно. И, по крайней мере, до середины семестра осеннего, а еще лучше на весь семестр, принять решение, где вы будете поселены. В завершающую очередь, если говорить об очередности поселения, это касается контрактных студентов. Поселение контрактных студентов происходит исключительно после заполнения всех имеющихся мест льготными категориями и бюджетными студентами, которые написали заявление. Если после этого распределения в общежитии стоматологического факультета останутся свободные места, безусловно, мы соберем заявление и распределим туда всех желающих и нуждающихся контрактных студентов в том числе. Общежитие стоматологического факультета, надо сказать, что в университете есть распределение по общежитиям. У нас ряд общежитий, их шесть. И конкретно для стоматологов выделено пятое общежитие. Расположено оно в Купчино. Это не очень близко от университета, но это прямая линия метро. Поэтому добираться в среднем от общежития порядка 40-45 минут, но тем не менее при желании проживать в общежитии, я думаю, что это не составляет особой проблемы. Проживание в общежитии по системе блоков, там комнаты объединены на этаже, несколько комнат с коридорной системой и проживание по два человека. Поэтому вот такая система поселения предлагается тем категориям студентов, о которых я уже упомянула. Что еще хотелось бы сказать? Безусловно, вам нужно представлять, что такое иерархия управления учебным процессом. И не нужно сразу, с первых же дней, если у вас возникли какие-то вопросы, пытаться решить его с деканом факультета. Хотя, безусловно, я готова отвечать и на телефонные звонки, и на электронную почту, но тем не менее, чтобы для вас было проще и привычнее, мы поддерживаем традиционную схему организации взаимодействия всех студентов с администрацией вуза. Какого рода эта иерархия? Уже на начало учебного года внутри вашего курса будет определен человек, который будет называться староста курса. Староста курса — это человек, который координирует связь курса с администрацией университета, с деканатом, и через которого идет общая информация, которую требуется донести в срочном или в плановом порядке до всех обучающихся. Он будет отвечать за координацию работы всех групп, а вы будете обучаться в группах, в среднем по 15 человек в группе. И уже где-то, наверное, через 7-10 дней после начала обучения у вас будет большая задача, познакомившись внутри группы, когда увидите своих коллег, выбрать по принципу выборного какого-то органа или по желанию человека, который будет представлять интересы конкретно вашей группы. Опять-таки, перед администрацией университета этот человек будет называться староста группы. Таким образом, у нас где-то ко второй неделе сентября с вами образуется актив курса, который будет представлять собой староста групп и староста курса. Единое название этого сообщества будет староста. Кроме староста, который будет управлять взаимодействием вашей группы и представлять интересы в администрации и в учебной части, у вас будет еще так называемая обязательная защита вас в качестве будущего специалиста. Называется эта защита профсоюзная организация. У нас существует студенческая профсоюзная организация. Вы, когда поступали и подавали документы, с вами уже входили в контакт представители этого сообщества. И в группе ВКонтакте первокурсников вывешено на стене объявление о том, что все вы приглашаетесь, как только вы поступите и увидите себя в приказе, вступить в профсоюзную организацию, которая, надеюсь, пройдет с вами рука об руку через всю вашу профессиональную жизнь. Это не просто вступление в некое сообщество. Это действительно отстаивание интересов, в том числе студентов. Объясню, в каких ситуациях иногда та информация, которую вы не всегда поделитесь с учебной частью, вы можете поделиться с представителями старших курсов, которые представляют актив профсоюзной организации. И на различных совещаниях, где вы будете объясняться, что вам тяжело учиться, у вас какие-то особые обстоятельства, именно отстаивают интересы студентов, представителей в том числе студенческой организации. Поэтому я очень рекомендую вам не игнорировать формальную часть вопроса, написание заявления, образец которого висит на сайте, и вступить уже на первом курсе в ту организацию, которую вы плавно перейдете из студенческого сообщества в сообщество уже профессиональное, будучи, надеюсь, успешным врачом после выпуска. Учиться в университете у нас 5 лет. Это в том случае, у кого все будет хорошо. Но надо сказать, что на пути обучения, которое очень непростое в медицинском вузе, у вас предстоит ряд испытательных таких моментов. Что это за испытательные моменты? Это так называемая промежуточная аттестация. Или те рубежи, о которых я отчасти уже сказала, когда говорила о том, что учимся мы по семестрам. Это зачеты и экзамены. Зачеты и экзамены происходят в различных формах. Это может быть форма контроля ваших знаний, освоенных за семестр в виде тестовой контроля в электронной системе. Это может быть опрос, это может быть задача, это может быть выполнение каких-то практических лабораторных занятий. В любом случае, повторюсь, на каждом из предметов, на каждой из кафедр, в которую вы попадете, преподаватель в первые же дни расскажет вам о системе оценивания. И обращаю очень ваше внимание, если вдруг, ну по какой-то случайности, преподаватель не так подробно вам об этом расскажет, или вы поймете что-то не так, уже в первые дни я рекомендую вам уточнить, каким образом вы должны осуществлять свою образовательную деятельность для того, чтобы быть аттестованным и в какие сроки, для того, чтобы в конце первого семестра, поскольку для вас это новая система образования, для вас не возникла неприятная неожиданность, что вы что-то не выполнили, а назад хода уже не будет. Так вот, пройдя успешно аттестационные испытания в конце из каждого предмета, если вы получаете прекрасные, хорошие оценки и обучаетесь на бюджете, то после каждого семестра вам будет назначена академическая стипендия. Стипендия — это финансовое подкрепление вашей мотивации хорошо обучаться. О повышенных стипендиях я чуть раньше вам упомянула, но пока не сказала. Они существуют для особо отличившихся студентов. Обычно они назначаются уже после третьего курса, они на первых курсах. А пока сейчас речь идет об академической стипендии. Академическая стипендия есть обычная и повышенная. Повышенная, естественно, касается тех, кто учится в вашем школьном понимании на одни пятерки. Естественно, таких детей мы пообщаем особым образом. Более того, в перспективе при хорошем обучении вы имеете возможность получить еще и поощрительные стипендии. Стипендии ученого совета нашего университета, стипендии от администрации Санкт-Петербурга и от президента Российской Федерации. Но это, опять-таки, чуть позднее. Для студентов, которые учатся на контракте, тоже не так все печально, потому что вы поступаете с минимальным иногда разрывом по количеству баллов, но тем не менее проходите на контрактную форму обучения. И, конечно, наверное, самый лучший подарок для ваших родителей – это условия, при которых вы можете перевестись на бюджетную форму обучения. Каковы же эти условия и когда такое счастье может случиться? По законодательству вы имеете право претендовать на перевод с контракта на бюджет при наличии двух условий. Первое. При наличии вакантных бюджетных мест, а это значит, что в процессе обучения кто-то из бюджетных студентов, которые поступили сейчас вместе с вами на первый курс, по каким-либо причинам будут отчислены. Причины для отчисления достаточно разные. Это и собственное нежелание, и связано это бывает, что человек, погружаясь в обучение медицине, вдруг понимает, что он выбрал не ту специальность. Так бывает, и в этом нет особой трагедии, тем более, что если это произойдет в начале вашего пути, а не уже после завершения обучения пятилетнего, достаточно сложного процесса. Бывает так, что человек принимает решение учиться в другом вузе, переводится от нас, например, ближе к себе домой. Тяжело иногда переживается расставание с родным городом, с семьей и так далее. Кто-то переходит на другие факультеты, так тоже бывает, и такая возможность тоже есть, особенно после первого курса. Но кто-то, тут не надо скрывать, отчисляются из-за неуспеваемости. Таким образом, к каким-то рубежам у нас формируются вакантные бюджетные места, и информацию о том, появились ли они на факультете, вы увидите на сайте нашего университета. Эта информация каждый семестр появляется в динамическом преображении, то есть как это происходит зимой и летом. В этом случае, это первое условие, и в этом случае, если вы являетесь контрактным студентом, и две сессии, то, о чем я вам сказала, это та промежуточная аттестация, которая происходит каждые полгода, в конце каждого семестра, сданы вами на оценки эквивалентные 4 и 5, то есть это хорошо или отлично, вы имеете право написать заявление при подряд двух успешных сессиях с просьбой перевести, рассмотреть ваше желание обучаться на бюджетной основе. И вот при совпадении этих двух факторов, наличии бюджетных мест и поданном вами заявлении, подкрепленной хорошей успеваемостью, комиссия по переводам рассмотрит ваше заявление и оценит перспективу, потому что могу сказать, что бывает так, что там одно вакантное место и 30 заявлений, и по рейтингу вашей успеваемости те самые лучшие студенты уже после первого года обучения имеют право перевестись на бюджет. Я считаю, что это будет самый лучший подарок для ваших родителей, которые оплачивают ваше обучение, если в какой-то период времени вы станете уже бюджетным студентом. Вот таковы перспективы и стимул, я считаю, для того, чтобы ориентироваться на хорошую успеваемость в том числе. Что нужно сказать про особенности образования? Для тех, кто помимо хорошей успеваемости почувствует уже на первом году своего обучения в ВУЗе желание заниматься углубленно каким-то предметом или заинтересуется на какой-то из кафедр, на который он придет какими-то дополнительными интересующими вопросами, которые выходят за рамки учебного процесса, для таких студентов уже с первого курса образуются такие направления научного толка, как студенческие научные общества. Студенческое научное общество преследует своей задачей не всех, конечно, поступивших туда студентов, сделать научными работниками по завершении обучения, а просто развить особенность вашего мышления и поспособствовать тому, чтобы вы в своей голове лучше воспринимали и более глубоко изучили вот такую интересную специальность, как медицина. Поэтому не отказывайтесь, если на первых же занятиях на кафедрах вам будут предлагать посетить сначала в качестве слушателя заседание студенческого научного общества, где вы увидите выступление старшекурсников, а потом и присоединиться к какой-то исследовательской группе, потому что это действительно является началом иногда очень интересного жизненного пути. Очень многие ученые, которые в настоящее время представляют цвет нашего университета, выросли из студенческих научных обществ, в котором они поступили на первом-втором курсе. Поэтому это тоже на самом деле очень интересное такое направление, которое, я надеюсь, большинство из вас посетит. Кроме науки у нас, безусловно, и учебы существует так называемая студенческая жизнь, о которой вы все мечтали, которую вы все каким-то образом для себя моделировали и, наверное, как-то представляли, как вы будете жить, уже будучи совершенно взрослыми. И, конечно, если нам только не помешает наша эпидемиологическая обстановка, то вы встретитесь в полном объеме не только в этой профсоюзной поддержке, о которой я вам сказала, но и с таким удивительным движением нашего университета, как капустник. Капустные команды нашего университета известны и внутри города, и за его пределами, потому что это целое движение совершенно неформального отношения к жизни, это творчество, это способность проявить себя во всех своих талантах, даже если их нет, но, тем не менее, получить от этого колоссальное удовольствие, потому что ребята, которые растут параллельно с учебой в капустном движении, это тоже так называемый неформальный актив курса и, наверное, факультета, которым всегда приятно общаться, потому что у них совершенно иной взгляд на мир. И, поверьте мне, вот это кручение внутри студенческого неформального капустного движения придает и вашей студенческой жизни определенный шарм. Я думаю, что вы, безусловно, встретитесь с лидерами капустного движения, они погрузят вас туда, и даже если вы сами как-то не очень усматриваете в себе какой-то талант, но вы тоже придите туда, возможно, вас откроют ваше направление, может быть, вы талантливый художник, может быть, вы поете, может быть, вы танцуете, может быть, вы режиссер в будущем, или, может быть, вы можете принимать участие в каких-то просто дополнительных подготовительных моментах, творческих конкурсах. Это все будет видно только, когда вы начнете действовать. Помимо капустного движения, безусловно, здесь нельзя обойти и мощное волонтерское движение, которое у нас развито под руководством проектора по воспитательной работе Алла Скольдина-Потопчук. Любая форма волонтерства, но сейчас особенно это остро у нас проявилось в период пандемии, когда ребята всех курсов активно были задействованы в помощи медицинским учреждениям, не только которые входят в студенческий наш городок, в университетский городок, но и медицинские учреждения города, области и других регионов. Это помощь в детских домах, это помощь в домах престарелых, это волонтерская деятельность с жителями Санкт-Петербурга, это различные роды мероприятий с выездами на нашу базу в Аскелово, это игра «Озорница», это огромное количество мероприятий спортивного толка, потому что у нас огромное количество спортивных секций. И если вы не почувствуете себя творчески, как-то активным в капустном движении, вы вполне можете посвятить свою жизнь профессионально, обучаясь внутри нашего вуза какому-либо спорту. И с этими секциями, которые действуют активно в нашем вузе, вы познакомитесь уже на первых занятиях физкультурой. Вот насыщенная жизнь, не буду заранее все рассказывать, а то это, знаете, как содержание интересного фильма, будет потом нечего смотреть. Поэтому вот вся эта жизнь, она насыщена, она очень разнообразна, но она не должна, конечно, отвлекать от основного процесса это обучение, потому что есть такое закрепившееся уже правило, что в медицинском вузе и конкретно на стоматологическом факультете вам нужно перейти в экватор. Что такое экватор? Экватор — это первые два с половиной года обучения. Это базовые медицинские знания, которые вы должны освоить. Это сложные предметы, это большой объем изучаемой литературы, это много занятий, много практических занятий. И здесь, конечно, чтобы не охватила вас эйфория в неформальной такой студенческой жизни, чтобы она не перекрыла значимость обучения. Поэтому вот найти этот баланс, наверное, вам помогут еще одни люди, которые будут вас сопровождать на протяжении обучения в вузе. Это так называемые кураторы. У каждых нескольких групп будет куратор. Это взрослый человек, в основном это преподаватели кафедр, которые носят отчасти роль воспитателя, который будет направлять, отвечать вам на вопросы, утешать вас в каких-то ситуациях, говорить, что нужно сделать или не нужно сделать в какой-то сложной ситуации еще до решения в деканате, например. Но здесь вы с ними, безусловно, познакомитесь. Опять-таки не буду предвосхищать ваше общение. Что касается самого главного, наверное, человека, который будет комментировать вам по ходу вашего обучения ваши плюсы, ваши минусы, правильные или неправильные поступки, это ваш курсовой декан. Декан курса — это человек, который постоянно находится с вами на связи. На связи он с вами находится несколькими способами. У него есть приемные дни в деканате, а деканат стоматологического факультета, равно как и все деканаты, находится в корпусе номер один. Это административное здание, второй этаж, учебная часть. И стоматологический деканат относится к комнату номер 9 и 10. Значит, фамилия вашего курсового декана — Молотов Дмитрий Юрьевич. Часы его приема официального, личного, если вы захотите с ним увидеться уже в первые же дни, будет обозначена и на сайте, и в группе ВКонтакте, которая будет образована с названием «Первый курс стоматологического факультета, Первый медицинский университет имени Павлова». И вы можете написать ему на электронную почту, которая будет указана там же. Если будет какая-то у Дмитрия Юрьевича для вас информация общая, он, безусловно, будет выкладывать его в группу. Кроме того, будет напрямую контакт с таким человеком, как староста курса, и староста групп, когда они появятся с номерами телефона и электронной почты. Если какой-то вопрос вам не поможет решить Дмитрий Юрьевич, соответственно, вы можете обратиться непосредственно ко мне, декану факультета. Для этого у вас будет возможность электронной записи на прием через сайт университета. Вы выбираете среду с 15 до 17 часов, будь то ваше конкретное желание встретиться со мной по личным вопросам или ваших родителей, или ваших законных представителей, вы можете воспользоваться такой записью. Если возникают какие-то форс-мажорные обстоятельства, среды вам не дождаться от Дмитрия Юрьевича, вы решите вопрос по какой-то причине, не сможете. Вы можете написать мне на электронную почту, оставить свой номер телефона, я отвечу и свяжусь с вами или по электронной почте, или по телефону по мере своей возможности. Ну и, наверное, последнее, что хотела бы сказать, это про официальные бумаги. Если вы учились в школе, и у вас был электронный дневник, то у нас в университете тоже есть электронный журнал успеваемости. Каждому из вас будет дан пароль входа туда, для того, чтобы видеть, как вы успеваете. Если вы согласитесь дать пароль этот вашим родителям, то, соответственно, они тоже смогут контролировать вашу успешность в качестве студента. И выставляются эти ваши аттестационные оценки и в бумажном формате тоже, поэтому вы можете поинтересоваться на занятиях в очном режиме. Сейчас сложный год для обучения, и, наверное, часть занятий все-таки для вас начнутся дистанционно. В основном это коснется лекционного материала и семинарских теоретических занятий, когда вы будете выходить с помощью компьютеров, стационарных или ноутбуков, или, может быть, каких-то иных гаджетов, для того, чтобы прослушать часть информации. Но очень мы надеемся, что все-таки стены университета в скором времени откроются для вас в очном формальном формате. Вы увидите и помещения, и исторические наши аудитории, которые несут огромный пул присутствия здесь выдающихся в том числе личностей, и помогут эти стены непосредственно сформировать вас уже как специалистов. Поэтому на этом моя, наверное, первая речь к вам будет завершена. А все остальные технические вопросы, или общие вопросы, или частные вопросы мы решим теми способами, о которых я сказала. Спасибо всем большое за внимание. Продолжение следует...